Приветствую вас и мне представляется наиболее верным начать решение вашей проблемы с того, чтобы ограничить вашу активность с мужчинами. То есть, изначально проявлять меньше инициативы в отношениях, больше оставлять на усмотрение мужчины, чтобы он чувствовал, что ваши отношения зависят исключительно от него. То есть, по сути, проявлять чисто женскую черту, когда женщина слабое беззащитное существо, а мужчина все за него решает. Вполне вероятно, что вы просто не можете себе такого позволить, потому что привыкли всего добиваться самостоятельно. Вот слишком сильно развита вот эта вот самостоятельная черта, которая образовалась, естественно, из детства, благодаря воспитанию родителей, в котором, вероятно всего, отец был, как бы, недостаточно полноценной фигурой. То есть, либо его не было, либо он подчинялся матери, либо наоборот, слишком сильно вас подавлял. То есть, что-то вот здесь у вас произошло не так, и вы теперь вот по привычке ведете себя именно таким образом. Вот такой вот человек. И вам нужно учиться не принимать мужчин с их недостатками, а вам нужно учиться самой корректировать свое поведение. Не подавлять мыши, не давить на них, и как раз таки не направлять и не помогать, а чтобы они сами изначально проявляли к вам инициативу сами. Изначально, с самого первого вашего, может быть, свидания, уже брали всю ситуацию в свои руки. Но, поскольку вы не можете так поступать, то возникает вопрос, а чего вы боитесь? Чего вы опасаетесь? Ведь, понимаете, мужчина чувствует себя мужчиной и держится, как бы держится, восхищается той женщиной, которая нуждается в его защите. А вы показывали хоть раз мужчине, что нуждается в его защите? Давали ли вы ему такую возможность себя проявить? Думаю, что нет. А если да, то может быть очень мало и непостоянно. Одно мужчина – это поведение системно. Ему нужно чувствовать ответственность за то, что он делает. Ему нужно чувствовать ответственность за свою женщину. А если он ощущает в ней стержень, внутреннюю стержень, то, во-первых, возникает что? Соперничество? А во-вторых, подавление. Мужчина чувствует, что женщина его подавляет и сама все решает. И зачем тогда, простите, что это делать? Думаю, что вот это вот ваше собирательное понятие, что все мужчины нытики и так далее – это также некое ваше подсоснательное стремление к тому, чтобы ваш мужчина, который вот был с вами, чтобы он был именно таким, чтобы он был слабым, чтобы вы могли быть выше его, чтобы занимать лидирующую позицию. Почему? Потому что вы не готовы доверить свою жизнь, полностью не готовы довериться мужчине, не готовы довериться более сильному мужчине. Да, вы этого хотите, но страх перед чем-то мешает вам. И этот страх, скорее всего, идет из детства. Скорее всего. То есть, что-то у вас вот с родителями было связано, может быть, не даже с родителями, а с первыми отношениями, может быть, с образом жизни было связано, чтобы привыкли полагаться только на себя. Ну и представьте себе, каково мужчине встретить такую женщину, которая полагается только на себя. Вот просто попробуйте представить себе, каково это. Он встречается, вроде бы, да, женщина красивая, сексуальная, желанная, все хорошо, но она не оставляет места мужчине в том, чтобы что-то за нее решать. Она буквально настолько активная, настолько настойчивая, может быть, даже напористая, что мужчине-то и делать ничего не надо. И, правильно, мужчина просто-напросто думает, а зачем я буду это делать, если уже есть она, которая все решится у меня. То есть, тут, я думаю, нужно корректировать ваше поведение с мужчинами вообще. Оценивать себя, что вы можете дать мужчине сами, что вы хотите ему дать, что мужчина вам может дать, по вашему мнению, хотя вы это, в принципе, написали, но нужно более полно. Готовы ли вы уступать мужчине? Готовы ли вы жертвовать счастью своей свободы для отношений, для мужчины? Готовы ли вы, безусловно, делать счастливым этого человека? Может быть, вы не влюблялись никогда, потому что любовь, это когда мы принимаем человека таким, как он есть, и стремимся сделать его счастливым. А вы говорите о том, что вы разочаровываетесь в человеке, но ведь любовь, она все-таки безусловна, и если любишь, то любишь человека в целом. А вы, вероятно, просто хотите себе найти мужчину. То есть, вам просто хочется перестать быть одной. А если так, то тогда, получается, вы пытаетесь запрограммировать отношения? Вы пытаетесь заранее их предугадать развитие, а это все равно, что программировать человеческое счастье. То есть, искажать реальность, искажать картину мира. И вот этого делать не нужно. Все, что от вас требуется в этом случае, это, по сути, дел следования своим интересам по жизни. И, собственно говоря, занятие любимой деятельностью, той, которая вам интересна, опять-таки. И вот по ходу этой деятельности вы будете встречать партнеров, людей, к которым вы будете относиться как к равным себе. И вот именно в этой среде и будет генерироваться ситуации, в которых у вас могут появиться действительно настоящие, искренние отношения, спонтанные, как и все, связанное с чувствами и творчеством. Спонтанные. То есть, неожиданные, не по вашему желанию. И так, чтобы вы человека изначально принимали таким, как он есть, и четко его видели, а не пытались себя нациально заставить что-то сделать. Потому что заставлять себя в чувствах означает, ну, обрети себя на несчастье. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...